Закрыт до конца зимы. В военном комиссариате идет масштабная реконструкция по областному проекту цифровизации «Мой военкомат». Здание кардинально изменится не только снаружи, но и внутри. Перепланировка, современный ремонт, оснащение по последнему слову техники. После реконструкции, ремонта мы будем оказывать услуги по нескольким направлениям. Это и в электронном виде на платформе госуслуг. Будут получаться заявителями некоторые документы в электронном виде за моей электронной подписью. Если это невозможно сделать, то будет по принципу, как многофункциональных центров, будет сдаваться пакет документов, который будет определён тоже на сайте, на госуслугах. Ремонт ремонтом на осеннюю призывную кампанию никто не отменял. Специально для её проведения выделили и отремонтировали часть помещения в ГДО. В последнее время количество желающих пройти срочную военную службу значительно возросло. Стали с родителями работать, это тоже такая работа. Они приходят на призывные пункты, вместе с призывниками ездят в воинские части, видят всё это. И естественно у них опасение спадает, что в армии там какие-то сложности есть, но это только служебные. Это надо, это полезно, это необходимо. И таким образом, когда у родителей есть спокойствие, то и ребята уже подготовлены, и с этой стороны, со стороны семьи. Это очень важно. Патриотическая работа с молодёжью и тесное взаимодействие с родителями дают положительные результаты. Получая повестки, молодые люди не бегут от воинской службы. Мне пришла повестка, я сразу же наделся, собрался, поехал в военкомат, прошёл весь осмотр, свидетельствовал тут. И подвели в итоге, сдали мне боевую повестку на 17 ноября. Сразу же 17 ноября я сюда приеду и служить. Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. За это время в округе планируется набрать для срочной службы около 300 молодых людей. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok